Приветствую вас, друзья. Блин, я чуть не догадался наверх подняться, а тут как раз вордхакинг сидит, падла, а. Так. Я должен найти способ спасти эту экспедицию. Ты многое сделал для нас. И нас благодарить тебя. Мне не интересна его благодарность. Мне нужен его глаз. Да, конечно. Я держу свое слово. Возьми это письмо. Оно откроет перед тобой монастырские врата. Поговори с Пирокаром, Высшим Магом Огня, и покажи ему это письмо с полномочиями. Он предоставит тебе доступ к глазу и носа. Так. Это мы поговорили. Мне нужно поговорить с тобой о Беннете. Но этот наемник убил одного из моих людей. Я верю, что Беннет не виновен. Доказательства налицо. Он виновен. А что, если доказательства не верны? Выбирай слова. Ты выдвигаешь серьезное обвинение. Если ты не можешь представить доказательства того, что свидетель солгал, тебе лучше попридержать язык. Почему ты так уверен, что убийца именно Беннет? У нас есть свидетель. Как видишь, нет никаких сомнений в виновности этого наемника. Кто этот свидетель? Корнелиус, секретарь губернатора, видел, как произошло убийство. Его описание подходит к Беннету. В этом нет никаких сомнений. По моему мнению, это достаточное доказательство. Этот наемник будет повешен за измену. Ты видел, как убили Лотара, да? Я не обязан отвечать на такие вопросы. Лорд Хаген уже допрашивал меня. Ну, так можно украсть его книгу, попытаться просто банально, да? Ну. И даже с ним не базарить. Сейчас давайте прочтем книгу. Книга, книга, книга. Дневный Корнелиуса. Все, получили мы сведения. Возвращаемся к этим придуркам. О, а его уже здесь нет. Он, походу, уже вернулся, да? Я понял. Хорошо. Уже на посту стоит. Что ты хочешь? Корнелиус солгал. Откуда тебе это известно? Вот, у меня его дневник. Все в нем. Ах, гнусная мразь! Перед лицом новых доказательств мне не остается ничего другого. Властью, данной мне королем и церковью, я провозглашаю, что с заключенного Беннета снимаются все обвинения, и он подлежит освобождению. Корнелиус должен быть немедленно посажен под арест за лжесвидетельство. А Корнелиус, кстати, теперь реально посадят? Получается, я, кстати, никогда так не делал. Помните, мы с Реви только говорили с этим Корнелиусом, и он же убегал, да? Отдавал дневник и сразу же убегал. А сейчас, я так понимаю, мы же у него просто втихаря украли книжку, он еще ничего не знает. Так я так понимаю, что его реально посадят, да? Походу, да. Надо будет потом забежать в тюрьму, мне даже вот интересно, не его реально посадят или нет. Так, ну что ж, хорошо, это мы сделали, нам бы еще с Лютера поговорить, если он, конечно, уже проснулся, этот придурок. Может, у него какой-то интересный товар появился. Ой, кстати говоря, может, у него есть задание на гильдию торговцев уже появилось, вот-вот, помните. Так что, есть о чем поговорить. Да, и еще с этим самым хальвором, по-моему, мне надо было бы говорить. Хотя у меня, по-моему, стебельных вещей там ведь немного на продажу, да? Но, тем не менее. Так вот, покажи мне свои товары, ублюдок хренов. О, у него есть один-другой кварц. То уже хорошо, на самом деле. Так. Очередное поручение? Да. Мне действительно требуется твоя помощь в одном несложном деле. Один из моих постоянных покупателей сделал мне заказ на несколько очень редких вещей. Если быть точным, конкретно на три вещи. И я хочу, чтобы именно ты непосредственно занялся их поиском. Почему я? Да потому что ты человек, который нигде и никогда не сидит на одном и том же месте. Ха-ха-ха-ха-ха. Для поиска этих вещей как раз такой человек и нужен. Поскольку найти их будет совсем непросто, уж поверь мне. А что ты ищешь? Речь идет о трех драгоценных статуэтках с изображением Иноса, сделанных из черного нормандского мрамора. Могу сказать, что уже сам по себе этот материал ценится достаточно высоко, поскольку достать его невероятно трудно. А если еще придать красивую и изящную форму, например, в виде тех же статуэток, то все это уже тянет на целое состояние. И твой покупатель готов выложить за эти статуэтки большие деньги? Я бы сказал, просто огромные. Поэтому этот заказ очень важен для нас. Я понимаю. И откуда мне стоит начать свои поиски? Насколько мне известно, несколько лет назад эти статуэтки были отправлены в Миненталь в качестве оплаты баронам большого груза магической руды. Видимо, кто-то из баронов был настоящим ценителем искусства, если решил потребовать у короля Арабара именно их. Но тогда магическая руда была куда важнее для короля, нежели какие-то дорогие безделушки. Ведь только с ее помощью его паладины могли хоть как-то сдерживать орды орков. Поэтому король без колебаний согласился на эти условия. Ну, я так думаю. И ты полагаешь, что эти статуэтки до сих пор находятся именно в колонии? Скорее всего. По крайней мере, со времени падения барьера никто толком о них ничего не слышал. И запомни, меня интересуют исключительно все три статуэтки. Поэтому возвращайся ко мне только тогда, когда у тебя на руках будут они все. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Не совсем понял, зачем это предупреждение, если мы сразу же три размутим в любом случае. Надо будет потом опять поговорить с призраком Гамеза и взять у него уже этот квест на прощение. И он нам тогда даст ключи, мы тогда размутим эти статуэтки. Так, хорошо. Это мы тоже сделали. Кстати, мы теперь по ходу можем себе наделать магические стыли, если я не ошибаюсь. Но я пока не хочу спешить их делать, потому что мы еще все равно пойдем в монастырь магов огня и вполне вероятно, что у них там это самое... Можно будет еще серы накупить и наделать себе огненных стрел. Как бы вот. Так, хальвор. Ну да, у нас там полненько одно серебряное кольцо, если я не ошибаюсь. Ну да, 15 золотых, то есть... Да, да, одно кольцо, походу, было так у тебя... О, блин. Четыре куска рыбы у него есть, давайте купим сразу, да. Потом, если что, рыбный пирожок сделаем, как только, так сразу. Так, это мы сделали, это мы сделали, хорошо. Так, что, может еще в гильдию воров забежать? Во-первых, может он какие-то квесты новые появились? Кто его знает, правильно? Все-таки новая голова пришла. Во-вторых, посмотреть на то и появились ли там вот эти вот доспехи новые на ловкость. Мне реально интересно. Давайте, наверное, еще чем-то таким сейчас займемся. А потом, а потом, наверное, пойдемте даже не знаю куда, честно говоря. Надо подумать, еще будет, короче. Так, хана, обожди. Так, сохранится. Вот и яркий. Да, было бы неплохо, чтобы они мне какой-нибудь квестик бы дали, да, там. Чтобы еще бабища сорвать, да и того же опыта. Так, Кассия, епты. О, вот, видите, есть что-нибудь новенькое, да. Есть что-нибудь новенькое? Да, хорошо, что ты зашел. Недавно до нас дошли слухи, что паладины привезли с собой на остров множество драгоценных камней. Но нас заинтересовал только один из них. Огромный рубин, размером почти с кулак. А как ты узнала о нем? Неважно. У нас достаточно источников информации в этом городе. Так вот, я хочу, чтобы этот камень стал украшением моей сокровищницы. Намекаешь на то, что я мог бы выкрасть его для тебя? Ты все правильно понял. Насколько мне известно, сундук с этими драгоценностями паладины перевезли с корабля в городскую ратушу. Есть и другая проблема. Скорее всего, у этого сундука очень сложный замок. Даже Рамирусу будет крайне сложно вскрыть его быстро и аккуратно. А я, по-твоему, справлюсь лучше. Ты вхож в ратушу. А значит, тебе будет проще подступиться к нему. Ну, хорошо. А что я буду с этого иметь? Все, что найдешь в сундуке, кроме рубина, твое. Договорились? Хорошо, попробую. А если там, кроме рубина, будет только кусок говна, то что тогда... Блин, только непонятно, вон там в ратуши сказали, да, но... В каком именно сундуке? Это ведь, по-моему, сундуков достаточно много. Эй, ты! И вот это вот не очень хорошо. А вот, да, смотрите, вот, мастера вора 180 ловкости, 8000 золотых, да-да-да-да-да. И вот, да, говоря воров, у него вообще 23 с ловкости и 12000 золотых, так что, короче, надо качать ловкость до 180, у нас следующий, этот самый... А сколько у нас сети ловкость, я что-то забыл? 100... А, так у нас уже 186 ловкость. Ни хрена себе у нас ловкость. Я даже не знал. Да какой, 180, как так... А, как такое может быть? Может, 104? Я что-то не понял, она мне пишет, что это 186, палочка вот эта куска и 104. А, ну да, ночной странник 160 ловкости требует. На Якулу 190. А, так мы уже можем себе позволить, нам надо только 8000 золотых, чуваки. Блин, я даже, я считаю, думал, что у меня намного меньше ловкости. Вот так, блин. Так у нас почти 200 ловкости по центре, ни хрена себе у нас ловкости уже. Офигеть. Да, да. Да, конечно, вот только 8000 золотых, конечно, раздобыть, это, конечно, да. Тем более, учитывая то, что я живу, нам сейчас надо будет еще накупить всей этой дичи для послушников, да, 8 косарей, конечно. И скоро будет. А может, вообще лучше сразу подкопить, да, когда будет смотреть 230 ловкости, это, в принципе, уже не так уж и долго. наверное, да. Потом сразу купить лучше за 12000 себе, да, доспех. 4000 добавить, чем сначала за 8, потом за 12. Даже не знаю, честно говоря. Так, ладно, давайте, знаете, что, портанем сюда на туре охотник охотникам, сейчас, да. Так, ваги у охотников. Тем более, тут даже курвыка есть. как они бегут. Еще одним монстром стало меньше. Кстати, у вас может какие-то квесты новые, да, появились, братишки. в лагере все? Да, есть кое-что. О! Говорят, что на севере долины, около древних пирамид, видели какого-то необычного снеппера. В отличие от своих сородичей, этот был черным как ночь, и кроме этого, вел себя как-то странно. Причем, по слухам, этот черный снеппер там охотился в одиночку, хотя обычно эти твари живут только в стае. Некоторые люди поговаривают, что убить такого зверя считается для охотника большой удачей. Почему? Да потому, что повстречать его это уже огромное везение, не говоря уже обо всем остальном. Хотя лично для меня это всего лишь глупые суеверия. Понятно, вот мы взяли уже и квестик на черного снеппера. Так, у тебя, наверное, ничего, да? Что здесь произошло? Лучше возьми себя в руки и расскажи мне. В общем, на паладину, что хранят проходы линогородников, напали какие-то маги в черных этих паладины храбро сражались, но этих магов было слишком много. А после того, как паладины пали замертво все они направились в направлении в город. Около десятка, но точно сказать не могу. Так. Понял. Так, что вы поговорили баром, может быть, ты что-нибудь скажешь. кашель у вас украсть, наверное, о, семьдесят процента. Блин. Просто бабки нужны, да, поэтому давайте. Семьдесят процента, это ведь немало. Девять золотых, да вы что, издеваетесь в натуре, ребят, ну это капец какой-то. Попробую обыщить этого придурка, а у него девять из золотых при этом. Ну блин, нищеброди на хренов. Да и чё у него так мало золота-то, если он охотник. Так. Так, а у тебя сколько? Шестьдесят семь, ну не буду даже пробовать. Так, короче, вот да. У тебя есть еще работа для меня. Местные поговаривают, что недалеко от фермы Бенгара появилась стая урочек кусачей. По всей видимости, они пришли из прохода, что ведет в долину рудников. Сама по себе эта тварь не очень опасна. Но когда они сбиваются в стаю, то становятся серьезной проблемой. И что ты хочешь от меня? Чтобы ты разобрался с ними, конечно. За это Бенгард, да и другие крестьяне в округе нас щедро отблагодарят. Такая работенка тебя устроит? Хорошо. Я улажу проблему с кусачами. Отлично. Только сообщи мне, как отправишь их на тот свет. Само собой. Так. Кстати, это полновой квесты. Такого не помню квеста за гильдию охотников. И за гильдию воров мы опять-таки новый квест взяли. Да, я такого тоже не помню. Это здорово на самом деле то, что появляются новые квесты у всех гильдий. Так. ты мне еще что-то там расскажешь, нового братишка. Кстати, те, что мне у него нифига нету. Ну, хожу, у тебя вот есть интересные новости, Нет. Ну, ничего у него нету. а покажи мне, что у тебя есть, не мерзавец. ровным счетом ни хрена. Хорошо. Кошляк у тебя украсть. Сколько? 88. Блин, охотники какие-то нищеброды. 9 золотых, 7 золотых. Это какой-то прикол. Тут реально, тут реально уже именно момент, когда, если есть смысл, то только ради опыта их обкрадывать. Другого я не вижу, да? Так. Как дела? Все так же, что новенького есть. Ничего. Так, парочка трофеев, тогда держи. Все когти 260 золотых. Все клыки и зубы 380. Серога 570. Все шкуры рептилий 120. Все шкуры 359. Ну, что, около косаря у нас теперь есть, я думаю, да? Ну, да, даже около двух. Кстати, а Бартука я обкрадывал? О, не обкрадывал. 10 процентов. Блин, Бартук, блин, непростой парень, а? Так, Драгомир, а у тебя там что? 16 процентов, да, ты тоже серьезный парень. И слушайте, мне в натуре, мне даже и братишка один в комментариях писал, то, что пойди уже разберись с Сентензой. Я вот тоже сейчас так подзадумывался, в натуре, а какого хрена я до сих пор с ним не разбирался. И, кстати, можно еще вагерь наемник, из наемников сразу переговорить с Горном. Хотя мне вообще сказали, что вроде бы он кошелек брать не будет, то есть надо его, короче, наверное, Салму вскрывать. Но на всякий случай, давайте все-таки поговорим, а вдруг, да, так вот, поговорим с Горном, с Беннетом сразу же, да, чтобы квест этот сдать на его освобождение. И в натуре попытаемся надрать задницу этому придурку. Так, ищущий от нас отстал. Да, нас мучает жажда, ребята, давайте попьем водички. Блин, здесь уже скоро и вода, кстати, да, вот уже и вода, кстати, скоро кончится, то есть надо еще воды накупить себе, но я же люблю, печаль, печальная. У нас расходов сейчас будет просто капец, сколько. Блин, я уже все охотничьи трофеи сдал, а тут дракони снайперы есть, а? Где же ты раньше был, придурок? Ну, где же ты был раньше, карлик ты упоглазый? Так бы я сразу все вместе впарил. Ну ладно, там вон еще и шнэх есть. Да, хорошо, что зверушки появились. Потому что нам и опыт просто супер, как надо, да, ну и, конечно же, охотничьи трофеи. Так что это, конечно, меня, несомненно, радует, ничего не скажешь. до 8000 надо на доспех, блин, надо фиг знает сколько денег еще я жлю на то, чтобы накупить для послушников этих эликсиров лечения и одержимости, да. надо саму накупить себе разных там припасов, начиная от воды и заканчивая зельями, теми же стрелами, в принципе, да. Те же всякие там же покупать себе эти дичи, типа там этих серый ледяного кварца, или что мы там берем, я уже забыл, для магических стрел, да. Давайте сначала попробуем просто вот по-честному с ним подраться, просто один на один. Опять? Опять ты? Убери от меня твои грязные руки. Да? О, кстати, слушайте, походу даже может и выйдет. А что на меня напал этот придурок? Не останавливайся! Я не понял, что на меня Фестер напал, я сейчас не понял. Чуваки, вы поняли, что на меня Фестер напал, я что-то вообще не понял прикола. Это багнулось что ли что-то, или что? Я чуть не могу врубиться, честно говоря, абсолютно, да? Какого хрена он у меня нападает? Опять ты? Хочешь еще раз сразиться? Почему он говорит, хочешь еще раз сразиться со мной? Я же с ним не дрался. Убери. Да? Падал, мне тоже коцнул. О! Ну вот, опять, придурок нападает на меня. Блин, это вообще дебилизм редкий, да? То есть начинаешь драться с интензией, на тебя какого-то хрена нападает этот Фестер, то есть вообще... Может, давайте, знаете, что сделать? Давайте к нему зайдем с другой стороны. Да, со спины зайдем, заговорим с ним, и тогда, по идее, Фестер на нас не сахарится, потому что это какой-то невероятный бах вообще, просто абсолютно отбитый бах, да? Так, ребятки, значит, как мы там договорились, да? Подойди где-то вот сюда вот. Вот сюда вот. И теперь этого дебила сахарить. Хорош курить, придурок. Ага. Эй! Ага. Опять ты? Опять? Убери от меня свои грязные... Да? Отлично. Отлично. Просто не хочется, да, сразу с двумя драться... Как он ему дал? Так, есть. Надменность интензи и жиреное мясо, яблоко, шнапс и сыр. Кстати, что-то он совсем какой-то нищеброд был, я как-то большего ожидал, честно говоря. Да и надоело уже просто сфера мимо него пробегать, да, реально уже поднадоедать. Начало, прямо скажем. Так что давно уже надо было это сделать, действительно хорошо, что мне в комментариях напомнили. Только еще попробуй. Кстати, приятно удивлен то, что... Ты победил. Приятно удивлен то, что мы его еще с первого раза наваляли ему, да, это реально радует. Ну, вернее, как с первого раза, не с первого, да, потому что там нам мешали эти придурки, разные эти придурки, да, наемники. Ну, в целом, да, с первой же попытки, когда уже по-честному дрались, и, в принципе, без проблем, абсолютно, хотя Сентензо парень не из простых, прямо скажем так. Хорошо, наваляли мы ему, наваляли мы ему, что нам надо дальше? Поговорить про Беннета, да? Он уже на месте? Да, он уже на месте, отлично. Ох, я уж думал, что меня наверняка повесят. Что ж, в конце концов, все окончилось хорошо. Да уж, ты бы видел выражение лица солдата, который выпускал меня. Хе-хе-хе-хе, он был так напуган, что чуть не наложил в штаны. Да, чуть не забыл. У меня есть кое-что для тебя. Что ты имеешь в виду? Хм, презент. Если мне на кошелек украсть, сколько? О, 94%. Тем более 23 золотых. Теперь давай еще презент. Какой презент? О, 1000 золотых. Ты сейчас слышали о драконах, которые вроде бы появились в долине? Они действительно там. Хорошо, я верю тебе. Ладно, я думаю, ты наверняка захочешь поучаствовать в готовящейся охоте на драконов. И? Вот возьми это золото, оно тебе понадобится, чтобы хорошенько подготовиться к предстоящей битве. Кстати, спасибо. Помните, раньше он вам все время какой-то амулет давал, и причем, как правило, какую-то парашу, по-моему. А тут 1000 золотых, вполне хорошо. Ты выглядишь немного расстроенным. Да есть отчего. Лид сделал мне большой заказ на новые доспехи. Но мне не хватает стали для его выполнения. И где ее взять, я просто ума не приложу. А если сталь просто купить в городе? Вряд ли там кто-то станет торговать со мной. И, как я слышал, им самим ее порой не хватает. И много ли стали тебе нужно? Полагаю, что для первой партии успехов сотни болванок вполне должно хватить. Ну, а там уже будет видно, что к чему. Кстати, а тебе-то до этого какой интерес? Вероятно, я смогу достать ее для тебя. Знаешь, где можно раздобыть кучу стали? Возможно. Ну, ты хитрец, парень. Ладно. Вижу, чего ты хочешь. Чай не дурак. Поэтому скажу тебе так. Если поможешь мне выполнить этот заказ, то можешь рассчитывать на мою безмерную благодарность. А уж ты меня знаешь. Я в долгу не останусь. Ну что, по рукам? Хорошо. Единственное, что, конечно, сто заготовок я сомневаюсь, что я смогу где-то раздобыть. Это не 50, не 20, да? Сотни это реально многовато, мне кажется. Так, кошель у тебя украсть. Сколько? 88%? 29 золотых. Отлично. Кстати, вот мы с бабищем немножко дела и улучшили, да? Так, с тобой о чем-то поговорить можно? Нет, я понял. Так, ну что, тогда давайте значит генерал Улик, Горну, да? Так. Ой, кса-гид, кса-гид тачки бы еще сбегать, точно. А вот и Горн. С тобой все в порядке. Ты спас меня, парень. Я никогда не забуду этого. Что ты сыпь, сначала? Да, видите, нет этого диалога. Ну, мне договорили то, что, короче говоря, пропал этот прикол, то что Горну отдаешь его кошелек. Поэтому я не вижу другого варианта и вправду, кроме как присвоить его золото себе. Хотя это, конечно, не совсем по-братишски, да, забирать золото от своего кореша. Но, тем не менее. 250 золотых. Ой, кстати говоря, кошелек Олова мы тоже ведь отдать не сможем. Я уже вспомнил, мы брали этот квест на Олова у того чувака, помните, которого убили возле фаджетов в этой шахты. Забыл его зовут, поэтому... А, еще и 25 золотых. Так, хорошо, с Горном поговорили. Осли можно поговорить там о чем-нибудь? Ну, да, ему на это насрать. Все, хорошо. Больше с ним никаких делов нет. Ну, так, нормально. Давайте теперь до 100 сагитто еще поговорим. Мне просто по идее, какие товары будут хорошие. Ой, вот. Кстати, у меня старинных монет нету, я даже просто не помню. У меня есть старинные монеты или нету. Может, Васьки, может быть, там отдать немножко. А нарок? Нет. Да, нифига нету, я понял. А, еще, возможно, обычных продовольственных товаров в натуре накупить. Елена ведь езда в натуре. Давайте у нее посмотрим, есть ли у нее там обычные товары. У меня собственное мнение на это. Кстати, что-то я ее не вижу, а я наделаю. Сейчас уже 14-22, по идее, она должна была бы быть, да. Ну, что-то я не вижу никакой Елены, странно. Просто даже все те же эти самые водички там накупить, да? Ну, ладно, нет, так нет. Давайте туда-дак сагити в натуре топать. Тебя пошланать можно, братишка. 33 золотых. Отлично, братишка, уважаю овощи. Так, да. Погнали к сагити. Потом надо будет занять скручать этим черным снеппером, этими всеми придурками. Урочими кусачами, да? Вот. Йоу-корни-бабай. Откуда ты взялся, блин? Я просто его сначала даже не заметил, честно говоря. Да, я как-то так, блин, смотрю. Вроде бы все чисто, спокойно себе иду. А тут ни хрена себе, да? Офигеть. Падающий потрепать меня успел нехило. Давайте-ка изделиться, выпьем. Ну, нормально, кстати, отрикосали, размутили. Кстати, я надо еще, знаете, что не забыть, ребята? Загонять к гильдии убийств. Я там, думаю, там уже у нас сумма не кислая накопилась, да? Мы же туда не заходили уже сколько времени. Ой. Не заходили туда сколько времени, да? А нижнем, по-моему, каждую неделю там чуть ли не по 400 или даже по 800 золотых давали. Так что, я думаю, там уже такая сумма более-менее приличная накопилась. Может, даже того и глядишь, нам еще и на все на свете хватит денег, да? Хотя, конечно, это вряд ли. Так там у нас еще драконь и снеппер есть. Да, кстати, а видите, мы уже так скелетов вообще даже демонических убиваем достаточно просто. Это радует. Так, завалили драконьего снеппера. Еще охотничьи трофеи, причем весьма ценные, да? Отличненько. Тут у нас еще муха-цикатуха. Блин, эту садовую удар уже не заварили, а? У меня все еще брать внимание, если ты не убиваешь какого-нибудь монстра садового удара, которого ты обычно убиваешь садового удара, да? Ты его потом начинаешь убивать уже ударов чуть ли не с десяти, да? Что-то вот есть такая тенденция, а я обратил внимание. Ой. Так, там еще муха-цикатуха. Ну а это с одного, да, а если не с одного, то я уже обратил внимание, что будешь ты ее долбить долго и нудно, что называется. Кстати, можно, по идее, и до уровня следующего, да, опять ты еще опыта даже меньше осталось. Вообще, отлично. Блин, живности столько воскресилось, да? Да, я честно говоря, я даже немножко офигевший. Вариант колоссальное количество всяких животных, да, появилось. Да и травы, в принципе, так нормально. Все-таки, ну, раньше тоже, конечно, новая голова появлялись там новые, но в основном помнить, как было там, ну, один-два новых монстры какие-то появлялось. Как правило, как бы, да, и все. А здесь же зацените, прям, в нереальном каком-то количестве все реснулись. Ну, в принципе, оно и хорошо, потому что, повторюсь, да, нам и опыт нужен, нам и деньги нужны. И как раз эти зверятки, да, нам дадут возможность это раздобыть. В этом, в принципе, с одной стороны, оно и хорошо. Сейчас еще Маракорис от педрючим, да. Я же, я единственное, что это, потому что я поспешил с походом в лагерь охотников и сдачей всех охотничьих трофеев, да, потому что... Подолго, я покосал нехило. Ни хрена себе, мне почти убил. Что-то плохо у меня пошел бой с этим Маракорисом. Потому что, да, мы вот так вот уже ходим-ходим, мы уже сколько зверей на лаг поубивали, да, это что тоже разные трофеи, мы, конечно, лучше бы потом уже разом все занесли. Давай, братишка, приходи уже быстрее в себя. О, так, отлично. Блин, там еще драконисты, да нифига себе, не зверя сюда напихали, это да, причем же звери, обратите внимание, все такое крутое, да. То есть, лоховских каких-то монстриков нету, в принципе, вот раз, что эти мухи, наверное, да, единственный такой простой соперник. Вот сейчас смотрите, да, раз, два, три, четыре, пять, вот, аж с пяти ударов, то есть, видите, какой прикол, то есть, либо ты ее убиваешь с одного удара, либо ты с ней долбишься три часа. Вот такой вот, какой-то прикол, блин, не совсем понятный, почему нельзя ее с двух ударов, к примеру, убить, да. Да, и причем реально наколотили сюда таких сильных монстров, в принципе, слабеньких почти-то ведь и нету. Одни эти драконии снайперы, маракорисы, вот, исключением разве что и есть, наверное, вот эти вот мухи, кабаны, дошныги, да, все остальные такие ребята серьезные. Ну, с другой стороны, опять-таки, за этих серьезных ребят и опыта дается нормально. Да, а скелет, видите, раньше для меня был такой грозный соперник, а сейчас вот, пожалуйста, в принципе, без проблем, абсолютно справляемся. Причем, за этого дракона ведь еще сыграла неожиданность, да, эффект неожиданности, он же вылез как-то так, вроде бы, как ниоткуда, да. Мы этого явно не ожидали, пропустили первые удары от него, что называется. Да, пропустили от него первые удары, да, то есть у него вообще преимущество было нифиговое, и тем не менее, пожалуйста, мы ему таки наваляли. Что-то у меня, кстати, игра лагать стала больно сильно, причем даже уже когда не загружаешься, меня этот момент, скажу честно, расстраивает и немножко настораживает, что называется, потому что раньше у меня такие лаги были только когда, допустим, там, я же, я много раз перезагружался, это, смотрите, я же уже не перезагружался, ничего подобного, да. И при этом, блин, лагает достаточно так конкретно, скажем так. Да, вообще, оптимизация и возвращение, это, наверное, отдельная тема для разговора, вообще, что называется, да. Сказать, что оптимизировали хреново, это означает вообще ничего не сказать. Да, зверя, конечно, капец, просто сколько воскресилось, вообще жуть. А прикиньте, если бы я бы здесь бы еще не зачистил всех этих фуфелов, да, в прошлой главе. В прошлой главе бы не зачистил, это сколько бы сейчас бы здесь было бы всяких этих братишек, это вообще-то было бы нереально пробиться, наверное. А, кстати, что меня удивляет, приятно, это то, что здесь нету почему-то ни одного ищущего, это прямо-таки забавно, забавно, да. Они вроде бы так по всей территории раскиданы в просто каких-то нереальных количествах, а здесь вот, пожалуйста, ни единого ищущего. Блин, это капец какой-то, я жил, либо с одного удара, либо трахаешься с этой мухой, не знаю, сколько времени, да, ради 120 опыта этих. Ой, так, ну чё. Погнали к сагиточке. Может, у нее просто тоже будет там какие-нибудь ледяные кварцы, да, и вот такие вот вещички. Так. Эй, ты! Так. Какие? Что-то у тебя. О, да, у меня две серые, есть три ледяных кварца. Так, что нехило, нехило. А больше у нее, в принципе, покупать нечего, да. Расчитывать, может быть, чистого спирта купим на всякий случай. Так, а продать мы их что-нибудь можем, там. О, да, надменность сентензы, пожалуйста, да. Ржавый меч. Чё там у нас еще? У нас там, по идее, холма должна быть достаточно многого. Вроде бы как, да. О, уже девять кусков серы у меня, представляете? Ништяк вообще. Так, хотя нет, нифига, у нас не дофига хлопа. Кстати, воды у тебя нету, да? Так, какой-то квест, и так понимаю, у тебя еще, да? На тебе лица нет. Что-то случилось? Нет, все в полном порядке. Просто меня немного пугают эти люди в черных рясах, что недавно здесь появились. Ты имеешь в виду ищущих? Да, наверное. По правде говоря, я не знаю, как их зовут. Но мне становится не по себе, когда я их вижу, и у меня начинаются сильные главные боли. Странно, но со мной никогда такого не случалось. А вчера один из них что-то искал недалеко от моей пещеры. Надеюсь, он не заметил, что я следила за ним. Тебе лучше держаться подальше от этих людей. И вообще, будет лучше, если ты отправишься на ферму Анара, подальше от этого места. Что? По крайней мере, там ты будешь в полной безопасности. Извини, но я не могу уйти отсюда. Это мой дом. К тому же, я привыкла к жизни отшельника. А порядки Анара мне совсем не по душе. Но ты сильно рискуешь, оставаясь здесь одна. Что поделать? Но оставить пещеру без присмотра я тоже не могу. Ладно, я что-нибудь придумаю. Я так, наверное, буду переговорить с наемниками, что ли, чтобы они, типа, охраняли ее пещеру или что. Наверное, что-то в этом роде, да? По логике вещей. Ладно, братишки, давайте, наверное, на этом наш выпуск закончим. В следующем тогда, во-первых, нам очень важно будет отправиться гильдии убийц, да? И забрать наше золото. Потом взять зелье для наших послушников, да? Из братства. Ну и, кстати, по поводу сагиты выяснить тоже бы не мешало. И разобраться, кстати, с теми кусачами, которые поселились возле фермы Бенгара. И, возможно, завалить еще черного горха. Ну, даст бог, все это успеем в следующем выпуске. А на этом у нас все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр и за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.